Приветствую! В этом видео я вам покажу полную последовательность постройки моего дома, начиная от геодезических работ и заканчивая фундаментом дома. Сейчас на видео вы именно это и наблюдаете. Вот этот человек, это геодезист, он размечает участок. Данное действие вам потребуется выполнить сразу же после получения земельного участка в аренду. Со своим точным каким-то прибором, не знаю как точно он называется, он смотрит вот на это зеркальце, которое носит его помощник. Двигают они эти зеркальца буквально до сантиметра, показывая свою точность тем самым. Но на деле, конечно, их участок мы потом перемеряли, потому что нам чуть-чуть размеры не сошлись. Но именно границы участка мы оставили неизменными, мы перемеряли лишь границы фундамента нашего дома. Потому что там получилось так, что диагонали намеренные ими оказались разными. А в целом, участок именно по границам мы не трогали, потому что этого делать совершенно нельзя. Что они намерили, то и надо оставлять. Они втыкают маленькие колышки, поэтому лучше сразу с ними же приехать и взять свои нормальные большие колья или трубы и вбить их в землю, чтобы было видно хорошо. Далее, после разметки участка нам потребовалось заказать стройматериалов. Первыми мы начали заказывать пеноблоки. В нашем городе они были довольно дорогие, поэтому мы пришли заказывать с соседнего города. И надо сказать, это хороший шаг искать в других городах или искать во многих магазинах. Не брать сразу же в одном магазине, в котором наиболее доступный вы увидели. Потому что цены очень сильно варьируются. У нас в нашем городе цена была на треть выше, чем в соседнем. Учитывая даже цену доставки, которая составляла 13 тысяч рублей. Мы все равно оказались в экономии неслабы. Надо сказать, что водители, которые возят стройматериалы, все время пытаются сбить с вас какие-то деньги. Что угодно. Какие-то проблемы, там говорят, сложность доставки, либо за перегруз их штрафуют. Это не ваше дело, вы ничего не должны платить. Как договорились с менеджером, так и платите ровно ту сумму, которую обещали. А далее я пришел на участок уже по весне. И, в общем-то, после зимы пеноблоки вполне хорошо отстояли. Вот именно они стоят в упаковке своей. Блоки фирмы Хебель, если кому интересно. У нас их делает компания ЛЗИТ. Заказывали мы их с города Липецка. Вот вы видите колышки и на них сигнальная лента, так называемая. Это как раз фундамент дома. А там чуть подальше стоят колышки, которые ограничивают территорию участка. Участок я получил бесплатно. 10 соток. Рядом уже соседи построены, как видите. И вон проведены электрические провода. То есть практически все коммуникации у меня будут уже после постройки дома на месте. Останется только подключиться. Вокруг все грязно. На машине я проехать к участку так и не смог. Осматриваю землю. Через некоторое время вы увидите изменения, какие произошли на этом участке. А это сборка гаража. Я решил собрать его своими силами. Точнее у меня он будет не как гараж, а как сарай, в котором я буду хранить стройматериалы. Каркас я несколько раз собрал дома для того, чтобы посмотреть все грехи, которыми можно совершить все проблемы. Как говорится, отрепетировал установку. А после чего заказал грузоперевозки и мы перевезли его в поле. Установил прям поверх блоков, разобрав одну палету. Это очень удобно. Пеноблоки выступают вместо стремянки. Укрыл его железом профильным. И надо сказать, очень часто он пригождается. Вот такой вот гараж-сарай, можно сказать. Складываю в него острые материалы. Очень удобно хранить, если вам нужен цемент, лопаты. Все это прекрасно хранится в нем. И после я заказал плиты перекрытия. Решил делать именно такие полы. Вот сзади, вы видите, в зеркале едет машина, которая везет наши плиты. С ними мы, конечно, очень хорошо намучились. Тело в том, что они приехали еще с утра. Но тут начались проблемы. Буквально за день до этого погода была хорошая. И проехать можно было без проблем. Но перед их приездом полили сильные ливни, которые размылись в дорогу. В результате нам пришлось мучиться с перегрузкой плит в одну машину. Дело в том, что одна из машин была с прицепом. А другая просто с кузовом. Мы перегружали так, чтобы машина с кузовом могла проехать и провести плиты на нужные участки. А в дальнейшем из прицепа тоже перегружались вот эти плиты в ту машину, которая его везла. И отдельно без прицепа она ехала. В течение всего дня работа длилась. Очень трудно было. Притом одна из машин у них сломалась и стояла при въезде в город. Мы возили для них запчасти. В общем, эти водители точно так же, как и те, которые привозили пеноблоки, попросили добавить им оплату. Ну, в принципе, было за дело, потому что они трудились весь день. Никто из доставщиков так обычно не делает. Все-таки это их работа, но, надо сказать, общение с ними мне понравилось. И работа была действительно стоящая. Плиты перевезены. Данные плиты будут использоваться в доме моем как полы. Это очень удобно, потому что я буду строить фундамент заглубленный. И потом у меня будет подвал, и над ним вот такие вот плиты. В дальнейшем на них, возможно, я сделаю теплые полы. Именно поэтому были выбраны именно такие... Такой материал перекрытия, то есть полов, там будет бетонная стяжка, теплые полы. В общем, очень удобно делать. Но, конечно, они подороже стоят, чем деревянные полы. Это их минус. И в дальнейшем проблемно в них вырезать какие-либо дыры для того, чтобы делать, допустим, вход в подвал. Вот они уже установлены на участке. Как видите, уже вечереет практически ночь. Камеру уже особо не снимает, поэтому дальше уже особо ничего не было. А это мы заказали кирпичи, но выгрузили их около дома. Дело в том, что оставлять их в поле нам соседи сказали лучше не стоит. Говорят, воруют их, увозят. Поэтому выгрузили у дома. Надо сказать, что это был плохой вариант, потому что полеты сами по себе очень неслабо рассыпались. И в следующий раз поднять их, может быть, даже не получится краном. Придется перегружать и перевозить в кузове. Теперь стоят так около дома, и сейчас думаем, как их перевозить. А это уже по весне. Скоро наступит лето, и я снимаю участок. Вот это колышек, граница участка. А вот это уже граница дома. Но данные границы мы будем переделывать, потому что даже сейчас на видео видно, что они стоят неровно. Но именно так их нам разметили геодезисты. Конечно, есть вероятность, что по дороге, которой ездят машины, вот как видите, дорога рядом с участком проходит, даже точнее не рядом, а буквально по участку, вероятно, что машины ездят, сломают колышек и поставят его туда, куда захотят. Может быть, и сами геодезисты ни в чем не виноваты были. Всем советую строить гараж, или сарай, или бытовку, потому что без нее на участке строить вообще никак, просто никак. Можно укрыться и от дождя, можно от солнца, потому что солнце жарит нещадно, все обгорели, пока трудились. Так что очень надо. Как видите, колоночки уже есть, водопровод проведен. Вдоль участка даже есть вода. Пока она немного ржавая, но уже есть. Колонки расставлены практически через каждых три дома, но именно на моей улице, почему-то их всего три на всю улицу. А улица довольно длинная. Это вот на соседней. Как видите, бытовка сейчас сгорела. Когда разжигали траву по осени, спалили и бытовку чью-то. Это люди катаются на скутерах, да на мотоциклах. Все, у кого нет прав, тренируются здесь, на наших участках строительных, потому что здесь не дежурят никакие пасты. Походил по местности, посмотрел, как строят другие люди. Вариантов фундаментов очень много, как заглубленные. Вот этот какой-то непонятный фундамент, он мелкозаглубленный был, но при этом вот так вот под ноль. А этот уже сразу сделан с отмосткой. Наверное, у людей был лишний бетон, и они выровняли все по уровню и сделали отмостку. Смотрится красиво. Интересно, как будет потом сделано, что за дом будет на нем. Начали замер участков. Вот мы размечаем фундамент дома, как он будет. Все кулышки предыдущие, как видите, уже лежат. Вот мы натянули веревочку по столбикам, которые ограждают участок. И от этой веревочки отмеряем нужное расстояние. От края участка должно быть не меньше трех метров, от боковой стороны. От передней стороны мы взяли пять метров. Потом мы отмеряем ровный квадрат по нужным нам расстояниям. У меня это 10 на 9, но учитывая, какие мы взяли плиты, получается, что 8,40 на 10. То есть немножко размеры корректируются в соответствии с теми стройматериалами, которые вы берете. В данный момент мы замеряем диагонали уже отмеренного фундамента. То есть сначала вы размеряете стороны, потом меряете, равны ли диагонали у этого дома. После забивания колышков диагонали придется перемерить еще раз, потому что, как видите, колышки довольно кривые, их придется двигать, чтобы стали они ровно, до сантиметров. Чем точнее вы отмерите, тем лучше, потому что потом каждый сантиметр выходит еще большей кривизной, и желательно отмерить все изначально. Вот мы замеряем стороны, потом будем замерять диагонали. Подойдите к этому процессу со всей ответственностью, потому что это очень важно. После замера участков вам потребуется натянуть леску на всех колышках. Мы сейчас этим и занимаемся, и в дальнейшем по этой леске будет уже копаться или размечаться фундамент. Под всей леской вырывайте траву, чтобы ничто ей не мешало, ничто ее не загинало, потому что леска должна абсолютно ровно, иначе все ваши замеры по ровности будут испорчены. Я натянул сначала обе лески, как видите, по ширине фундамента. Она у меня будет равняться 45 сантиметрам. У нас какая-то птичка гуляет уже о натянутой леске, осматривает нашу работу. Решил копать вручную, уж во всяком случае начать вручную и спробовать, как это, насколько это сложно, а потом, в случае, если это слишком тяжело, заказайте трактор. Что, в общем-то, я и сделал, но потом пожалел. Дело в том, что выкопать вручную вам такая работа окупится с верховой. Мне удалось выкопать две траншеи ровно и окопать участок по кругу. Это очень удобно. Трактористу можно потом копать даже без натянутой лески. Кстати, вторая леска, которая показывает ширину, если вы копать будете трактором, она просто не нужна. Просто оградите по колышкам леской те границы, которые будут у вас внешне у дома, и трактор будет прекрасно по ним копать. Леску повесьте как можно ниже, чтобы трактор не задевал ковшом эту леску, когда поднимает землю. А это ускоренное видео, как мы копали данную траншею. Очень сильно обгорели. Дело в том, что солнце было просто палящее, температура около 30 градусов. Я вырыл вот эту заднюю стенку и потом еще среднюю стенку, которая у нас не 45 см, а 30 см. Ее пришлось по-любому вручную, потому что ковша в 30 см, у тракторов в нашем районе нету, да и вообще, наверное, нигде нету. Никто не копает в 30 см. Почему среднюю стенку пришлось делать именно 30 см, да потому что бетон прекрасно выдержит вес одноэтажного дома с мансардой, если он будет шириной 30 см. Несущая способность нажать у бетона большая. А в центре дома центральная стена не подвергается давлению землей снизу, и поэтому делать ее особо прочной не имеет смысла, вы просто потратите свои деньги. Работал до поздней ночи, как видите, сижу к ячеек, и потом в дальнейшем копаю. Это дело очень увлекает, когда строишь свой собственный дом, практически строишь свою мечту, поэтому можно трудиться по 12 часов в день, и силы еще остаются. Но вот я не выдержал и, в общем-то, заказал трактор, что было плохим решением, потому что не сравнится ничто с копанием лопатами. Вот уже начало работ. Быть может, именно тракторист попался не очень знающий и неопытный, но выкопано было все довольно кривовато, и, в общем-то, потом я еще покажу причины, по которым трактор хуже, чем копание лопатами. Я уже не говорю про ровные стенки и не отхождение от размеров, которые вам заданы. Плюс ко всему, вы можете чуть поменьше сделать траншею, чем те самые 40 см. Надо сказать, что ширина ковша, мы измерили, она не 40 см, а 35 см с небольшим. Поэтому берется запас на, как говорится, разброс ковша, который он будет совершать при копке. То есть, по-любому что-то заденется, что-то упадет, что-то счешется, и поэтому получается траншея 40 см. Но в нашем случае траншея получилась не 40, а все 50 в некоторых местах. Бывало даже побольше. Кое-где земля просто опадала. В процессе работы трактор сломался, и водитель его ремонтировал прямо в поле. Вероятно, из-за этой поломки именно траншея так неровно выкопалась. Какой-то гидравлический насос начал протекать, и лапа трактора постоянно понижалась вниз, из чего он, возможно, попал немного на бок. Вот я показываю разницу. Как видите, траншея, которая была выкопана трактором, а вот траншея, выкопанная вручную, то есть лопатами. Стенки ровные, никаких задиров, все абсолютно. Если попробовать рулеткой, то можно заметить, что расстояние везде, как было 45 см, так и осталось. У трактора же оно варьируется, начиная от 40 см, и до 55 см. То есть ровно он копать так и не смог. Есть, конечно, хорошие операторы тракторов или водитель, не знаю, как правильно назвать, но вероятность, что вам попадется именно такой, как говорится, крайне мала. Та самая стена, которую я копал вручную лопатами, решила вырыть немножко поглубже и потом засыпать подушку из песка. Хотя, надо сказать, песок не очень-то и хороший на траншеи, особенно если у вас на расстоянии метр-двадцать или метр-тридцать глинистая почва, лучше глину и оставить. Заказали песок, и тут, надо сказать, привозят очень мало, гораздо меньше, чем обещают. Как говорится, все стройматериалы, которые мы заказывали, видно, что люди то ли экономят, то ли пытаются стрясти деньги лишние. Всегда что-то не так. Ну, как говорится, если мягко сказать, не обманешь, не проживешь. Песок влажный, и пока он таким был, дело в том, что водителям очень выгодно привозить влажный песок, он больше весит. И пока он влажный, его очень хорошо закидывать в траншеи, что я делал, и потом утрамбовывать. Для начала я натянул шнурку по уровню. У меня есть видео о том, как выравнивать траншею по уровню, я ссылочку здесь размещу. И по этой шнурке я просто закидывал сначала лопатами, а впоследствии ведром. Там, где близко дойти до кучи, можно дать лопатами. Если приходится идти дальше, то лучше, конечно, воспользоваться ведром. Точанку я использовать не стал, потому что она может обрушить стенки траншеи. Но, конечно, ей было бы чуть-чуть быстрее. А в дальнейшем песок трамбуется. Я сделал самодельно вот такую трамбовочку, которой можно песок уплотнять, находясь наверху траншеи. У нас стоит из платформы, и ручка, которая прикручена к другой трубе, на которой приварена платформа. Скручивать я стал именно для того, чтобы можно было перевести ее на машине, на моей. Целиком я бы ее не смог поместить. Вот непосредственный процесс изготовления этой трамбовки. Я их изготовил две штуки, одна из них потом отвалилась, к сожалению. Траншея готова, остается только заложить в нее арматуру. Я заказал восьмерку 18 прутов по 11 метров, точнее 11,70. Вот мы ее носим и в дальнейшем будем делать хомуты. Пилю арматуру по 2 метра 50 сантиметров и потом вот на таком вот очередном самодельном устройстве я ее загинаю. Устройство очень простое, сделано из двух кусочков профильной трубы и нескольких болтов. Три в данном случае. Я вот закрутил ее к большому баку, чтобы она не двигалась и сгинал хомуты для арматуры. Поначалу я их делал вручную, без всяких устройств. И разница весьма огромная, потому что смотрите, какие ровные углы у данной арматуры, которую я загинаю вот на таком вот арматуре гибет. Она просто ювелирно ровная во всех местах и отлично будет входить в траншею. Когда вы гнете руками, углы будут круглые и во многих местах они будут расходиться. К примеру, верхний размер у данного хомута будет у вас 20 сантиметров, а нижний может быть все 30 сантиметров. Просто потому, что труба согнула немножко не так. Я сделал 50 таких хомутиков, центральный чуть поменьше, а крайний чуть побольше. И после всего этого начался дождь. Что было очень печально. Полнедели шел дождь, он был мелкий, но шел в течение всего дня. И поэтому я решил посмотреть, как поживает моя траншея. Приехали в дождливую погоду и пошли по полю, по лужам шлепать. Как видно, все залило неслабо. Очень переживал, что траншеи обрушатся. Таких ситуаций полно. В интернете можете поискать, что происходит, когда обрушается траншея. После этого придется просто заново рыть котлован. Вся работа пойдет новой. И уже делать совсем другой фундамент. Вот эта стенка копалась лопатой. Как видите, на песке ничего не упало. Вот та, что трактором. Вся траншея увалена землей, которая осыпалась со стенок. Центральная стена тоже не пострадала, потому что копалась лопатой. Вся ровность всех стенок осталась неизменной. И всех углов так же. Ничего не упало. А вот снова стенка, которая копалась трактором. Обвалилась и очень сильно. После того, как дожди прошли, я собирал. Вот так вот я перевозил хомуты. Это еще не все. В кузове было до самого верха закидано. А это уже везут арматуру десятку. Мы ее будем вставлять в эти хомуты, и она будет выполнять основную несущую функцию. Конечно, желательно взять побольше. Как минимум 12-ю или 16-ю арматуру. Но я взял десятку, так как мне советовали те люди, которые там строились, вообще не делать арматуру в данном фундаменте. Я взял 17 прутов длиной по 11 метров 70 сантиметров. И на мой фундамент практически как 10 на 9 ее хватило ровненько. Просто ровно, идеально. Арматуру я выложил по 4 прута и на них, на эти 4 прута, вот так вот протащил хомуты, которые впоследствии я закручивал вязальной проволокой. Она продается в магазинах, как правило, по весу на килограммы. В данном случае я не покупал в магазине. Я ее нашел у нас дома. Осталось каких-то еще давних работ. Вяжу вот такой каркас обычным гвоздем, не пользуясь никакими крючками. Вы знаете, я попробовал крючками, попробовал шуруповерт сделать из него крючок, из гвоздя, но это все оказалось очень неудобным. Обычным гвоздем, прямым, вяжется очень хорошо и легко. Сейчас я покажу процесс вязки, и вы поймете, что ничего сложного покупать абсолютно не требуется. Это лишь ненужная трата денег, можно так сказать. Вот так вот подставляете что-нибудь под нижнюю арматуру, загибаете проволочку. У меня есть видео, как вязать арматуру, как именно способ. Но тут вы можете все рассмотреть прекрасно и без него. Просто берете гвоздем и скручиваете два конца этой проволоки и оставляете. Вязать довольно быстро. Почти всю арматуру я связал за два дня, учитывая, что опускал я ее один самым вручную. Задача проволоки не жестко держать арматуру, а всего лишь сцепить их между собой. Арматура стоит шатко, приходится ее закреплять веревочками различными поддерживающими или изготовить специальный бортик, каркас, чтобы арматура не падала, потому что ее легко сносит. А по углам я сделал вот такие вот загибы. Не стоит арматуру отпиливать по углам, потому что она должна держаться прочно за соседнюю стенку. А это можно получить только лишь сделав изгиб на углах. Вот таким образом я ее опускал. Во время опускания очень сильно кривится арматура и многие хомуты потребовалось потом перевязывать по новой. Арматуру в траншею ставится на кирпичики, вы можете их закинуть потом уже после того, как опустили саму арматуру и подвинуть их лопатой. Просто берете за хомут, поднимаете арматуру, а лопатой подвигаете кирпичик под этот самый хомут. Одного кирпичика вполне достаточно. Он поднимет арматуру над землей примерно сантиметров на пять и она не будет касаться дна траншеи. С боков вам тоже потребуется чем-то подпереть арматуру, но вы можете также при заливке бетона просто ее отслонить. Щебенка, которая содержится в бетоне, будет прекрасно держать эту арматуру. Вот, как видите, поддерживающую я изготовил такую перилку, можно так сказать, которая держит арматуру и предохраняет от падения. Очень сложно вязать, когда арматура падает. Кое-где привязал веревками, связываете, потом все это обцепляете и погружаете арматуру вниз уже в землю. На дно траншеи я постелил рубероид. Это делается для нескольких целей. Во-первых, в дальнейшем я планирую сделать в доме подвал и очень удобно будет прицепить гидроизоляцию к этому рубероиду, который окажется под фундаментом. Я кладу его вот таким вот образом, потом нажимаю на середину, он проваливает и складывается пополам, что как раз потом в дальнейшем будет хорошо. Саму арматуру я вот уже восстановил, как вы видите. Нужно отслонить ее от всех стенок. Вы можете это сделать либо при заливке бетона, либо воспользоваться обрезками от бутылок пластиковых. В центральной стене я сделал небольшой разрыв для того, чтобы можно было поставить короб для прохода. В крайних стенах боковых этого делать нельзя никаких проходов. Вот так вот я вырезал из бутылок небольшие части, чтобы поддерживать арматуру во время заливки бетона. Потом они будут убираться. Как видите, внизу рубероид и на нем стоят кирпичики, что поддерживает арматуру. Она находится полностью в бетоне и нигде не должна выходить за пределы и касаться стен. Вот он тот самый короб, который я поставил в центральную стену для того, чтобы здесь был проход. Он поможет бетону не проливаться и в дальнейшем нам не придется вырезать, как говорится, дырку в стене. Короб до низа не опускаем, оставляем снизу. Там, видите, арматура сплошная идет. Лишь сверху я вот так вот ее загну для того, чтобы более удобно все было, чтобы не потребовалось ничего резать и пилить. В стенки траншеи укладываем вот такие вот трубы. Они нужны нам будут для канализации. В дальнейшем, когда вы будете делать точную яму, вы просто проведете через эту трубу ваше соединение. Натягиваем клеенку, завязываем веревочкой или проволокой, чем вам удобнее, и насыпаем в эту трубу песка. Песок нужен для того, чтобы бетон не раздавил нашу трубу. Песок очень отлично держит давление, и поэтому мы его туда засыпаем. В дальнейшем, когда раскопаете трактором ваш фундамент, вы легко этот песок высыпите из трубы. Вот таким вот образом заложил. Для коммуникации потребуется сделать небольшой наклон в сторону улицы. То есть, со стороны дома труба должна быть немножко повыше, со стороны улицы слегка пониже. То есть, чтобы вода стекалась именно под наклон. Наклон может сделать еще чуть больше. Я подумал, что мне достаточно и такого. И вот, наконец-то, самая финальная часть, которая у меня не вызвала никаких претензий. Бетон нам привозили просто идеально по времени. Ни в чем не просили доплатить. Все точно, как было заказано, так и привезено. Льется легко, в меру, жидкие в меру. Щебня, все, ни к чему придраться так и не смог. Все отлично. Как говорится, большая благодарность этим людям. Работают так, как надо. Вот я уже придерживаю лопатой арматуру, чтобы она не двигалась, когда бетон льется. Масса довольно большая, двигает легко как арматуру, так и сбивает все трубы для коммуникации. Так что советую во время заливки трубы тоже придерживать лопатой. Или зафиксировать их гораздо прочнее, чем это делал я. То есть, к примеру, вы можете прокопать дырку побольше в самих стенках траншеи и поставить эту трубу. Заливка происходит очень быстро. Буквально за пару часов вы зальете вот такой вот фундамент шириной примерно 10 на 9 с центральной стеной. Наверху машины имеется бак с водой и в случае необходимости вы можете разбавить данный бетон водой. Некоторые люди жалуются на то, что бетон слишком жидкий им привозят. Дело в том, что именно у вас на стройке он разбавляется, а не на производстве, где его заливают. Если вы попросите бетон, чтобы был густой, он так и будет густой. Но в случае, если вот вам тяжело будет вот так вот его протягивать, вы можете попросить, чтобы из бака немножко разбавил вам бетонную смесь и она будет протекать вообще практически без ваших усилий. Сама будет течь. Но это чревато последствиями. Если бетон будет слишком жидкий, в дальнейшем ему легче будет растрескаться, потому что вода при высыхании будет испаряться и бетон может просто полопаться. Мне потребовалось три бетонной мешалки на мой фундамент. приезжали они с интервалом в десять минут. Заказали мы с утра и уже часам к двенадцати было все залито. Искупался в бетоне неслабо, когда он льется, брызгается во все стороны. Практически весь в цементе был испачкан. Но работа есть работа, куда уж одеваться. Лопаты можно брать обычные. Я поначалу работал с железной лопатой, но это очень тяжело поднимать саму лопату. Обычно лопата вполне для этого годится. К тому же вы потратите гораздо меньше сил. возьмите с собой лист железа, по которому вы будете подставлять, чтобы бетон не лился туда, куда вам не надо. Он часто проливается на землю и собрать его с земли не получается до конца, потому что он смешивается с этой самой землей, а ее вам не следует добавлять в ваш фундамент. Поэтому возьмите с собой железный лист, с него вы прекрасно все счистите. Ну вот все залито, машина уехала, и вот готовый процесс. Надо сказать, схватывается он очень быстро, через час практически уже можно по нему пройтись, но я бы конечно не советовал так делать. Вот он тот самый проход, как видите внутри пусто, здесь у меня в дальнейшем будет дверь в подвале, я его подпер кусочками арматуры, чтобы он не двигался, потому что бетон на него давит очень сильно. А в дальнейшем вам потребуется в течение трех дней уливать этот бетон как минимум раз в два часа, но учитывая, что у меня участок далеко от моего дома, и ездить каждые два часа к нему у меня нет возможности, поэтому я привел к небольшой хитрости, я полил бетон и укрыл его полиэтиленовой пленкой, это предотвращает воду от испарения, вот я решил показать, как может растрескаться земля, если она быстро высыхает, то же самое может произойти с вашим бетоном при быстром высыхании, появляются примерно такие же трещины, натягиваете пленку, и вода испаряясь, конденсируется на этой пленке и падает обратно на фундамент с водой он засыхает гораздо равномернее, не идет какое-то там растрескивание никакое не идет и поэтому пленка вас немножко выручает в плане того, что вам не нужно так часто ездить на участок. Ну а на этом все, я надеюсь мои советы кому-то пригодятся и весь прогресс моей стройки кому-то поможет если вам нравятся такие видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях что вам не ясно я может быть что-то поясню опыт небольшой есть на этом все всем спасибо за внимание пока до сих пор пока